Партнеры показа. Торговая марка «Бульбаш», официальный импортер «Пежо» в Республике Беларусь, компания «Севтранс». Датский режиссер Ларс фон Триер 12 разу удельничал у Каннским кинофестиваля. О 2000-м годзе его стушка, танцуючая у Темры, здабыла золотую пальмовую галіну. І вось сё літа ён працтавіў ў головном конкурсі новую стушку ап канцы свету пад нелагучной назвай «Меланхолія». Адразу пасля прагляду Триера залічылі ў кандыдаты на новая золата. Аднак не паспіла скончыцца прэс-конферэнца з ў делам режиссёра і актёраў пасля паказу для прэсы, як ў Канне разгарывся скандал. Вядома, я шмат думаў пра тое, што магло б падысті гэтаму фільму. Тут не бы шлося і без уплыву такіх буйных режиссёраў, як Антані Йоні і Вядома Тарковскі і трохі Бергман напэуна. Мы ўсі атрымлівалі задавальненні на здымках гэта фільма. Але я хацел бы пагаварыць аб маім наступным фільмі. Як Кірстэн настойвая павінін быць гэта порнофільм. І ў нас ўже ёсць давволі адкрытыя кадры з Кірстэн. Я сказав, што мы выржым гэта з фільма, але Кірстэн сказала, што ўпэўненая гэта епізод трэба пакінуць. І мы яго пакінулі. А цяпер бачыцце, ёй ўжо і гэта гамала. Вось так, уладкаваная жанчына, яны хочуть ўсё і адразу. І я імкнуся, даць ім гэта. Я сказав, добра, давайте паміж гэтамі сценамі ўставім шмат діялогаў і разважанняў. Але яны сказалі, не, пакіням толькі грубы секс. І я зараз над гэтым працую. Гэтый фільм будзе недзе 3-4 гадзіны, і значыць прэс-конферэнція будзе трохі пазній. І я змагу паспаць да ўжэй. Далей жарты пашлі адзін за адным. А пасля фон Тріер просто прызнався журналістам ў сваіх симпатых да Гітлера, ў сваў спагадзі фюрэру і ў паўным разумені гэтай гістарычны персоны. А калі яго папрасілі ўдакладніць, стаў крутіцца як вуш на патэльні. Махчыма на другім фестывалі гэта прайшло незауважаным, аднак толькі не ў Канні. На наступний день дирекція фестивалю обвестила Ларс фон Тріера, непожаданной особой, якій необхідно терминова покинуть форум. Я не уверен, що це навсега, но його высказування вызвали действительно бурный скандал здесь, так що пока ми до сих пор ценим його картины, даже это бесспорно, потому що він очень талантливий режиссер. Його взгляду і висказування, з однією, не должны влиять на наше восприятие його творчества, і з іншої, ми не можемо їх ігнорити, тому що це дійсно дуже скандално і противно. Тому я считаю, що Каннський фестиваль прийняв саму мудрую позицію, а ставив фільм в конкурсе, тому що фільм – це дійсно творчество, таке произведення іскусства, і я бачу кинул, і це нічого не зв'язано з тим, що він висказував публічно, і у фільма є своя життя. У Фонтрера є своя життя, свої висказування, у фільма є своя життя. І дуже важливо, коли ми не вмешуємо одне з іншого. Тому я считаю, що це саме мудрі і правильне решення, яке було принято фестивалем по відношенню до цієї історії. Коли коротко про сюжет нової стушки трейера, то йон такі. Каб отзначить своє веселье, молоді Жустин і Майкл уладковують роскошний прийом у домі сестри Жустин і її мужа. Але планета по імені Меланхолія уже наближається до земли. Я схожу за ней. І за мамою тоже. Хорошо. Жустин, це Джон. Ми зараз будемо зробити торт, дорога. Спускайся быстрее. Ладно? Габи! Габи! Габи, простите за беспокойство, но ми зараз будемо резати торт. Мене не було рідом, коли Жустин вперше села на горшок, як не було і тоді, коли вона потеряла девственность. Так що оставте мене в покій с вашей дурацкой свадьбою. Та пошла ты к черту. Спасибо за ваше терпение. Небольшая проблема со свадебным платьем. Она сейчас придет. Эти две дуры заперлись на ключ и теперь принимают ванну. У вас в семье все-таки тронутые? Неловкая ситуация. Я знаю. Я всегда говорил, в комнатах для гостей нужно поставить души. Черт, пусть принимают ванну у себя дома. А 18 лунок для гольфа — это на улице? Нигде. Невероятно. Я выставлю ее вон. Каго, Жустин? Твою мамашу. Депрэсія і самоаналіз, які переживає моя героиня Жустину падшатку свого веселля — гэта важна. Але неменш важна тое, што моя героиня з набліжэнням канца света найвялікшей трайеды становіцца ўсе мацней і мацней. Думаю, калі чалавек сутыкаецца с такімі глабальными падзеями, людзі, які прашлі праз гэта, становіцца мацней. Што датычыцца работы с Ларсам, то ён адзіна режісер, які так стварае жаночыя в образы. Ты можеш быць вар'яткай і ў той же час ранімай, дзівной. Рабіць што за угодна, ты вольная. Трэба быць адважным. Гэтая смелась, яку я там навучылася, зараз дапамагае мне і ў іншых праектах. Фільм «Майя пралог», дзе пад тэму Вагнера с трыста на Ізольды знята агонія свету. Усе рухі запаволіныя, як утрызненні, знікаючы свет без конца прыгожы, ўсё перапаўнена далікатный элегіей. Фінал таксама выдатны. Меланхолія ўжо готовыя паглынуць ўсё існея. Герои ўжо падыгтаваліся памерці і цепер будуть зметіныя магутным ураганам. Або два фрагмента зроблены таліна віта, як і древа жыцца Маліка таксама сфарміраваны музыкай. Для мене гэты фільм не пра канец свету, а пра стан духу, як і называецца Меланхолія. Наша планета руйнуецца, але навошта хвалявацца, бо мы ўсё равно памром. У мене было некалькі перээда ў Меланхолі ўжыцці. Мне падабаецца панецца пакуты і пачуття віны, які заключаны ў гэтым слове – Меланхолія. Меланхолія працутніча ў Мастацтві, якоя мне падабаецца, гэта складовая частка найболі ўдалых Мастацкіх формул. Навад каль я спрабую здымаць камедыі, яны заўсёды меланхолічныя. Я нікагда не видзіл тебя такой щасливай. Как гаваріцца тебе? І не сказаць нічого о твоей матері. Моя бывшая жена. Я, конечно, не хочу об этом говорить, но не думаю, что открою секрет, если скажу, что она иногда слишком власная. Власная? Какая чушь. Для тех, кто меня не знает, я мама Клэр и Жустин. Жустин, ты не очень честолюбива. И эту черту ты, конечно же, унаследовала не от своего отца. Да. Я не пошла в церковь. И не верю в брак. Клэр, которую я считаю рассудительной девушкой, организовала потрясающий вечер. Пока смерть не разлучит нас. На веки вечны, Жустин и Майкл. Могу сказать лишь одно. Пользуйтесь моментом. Я терпеть не могу свадьбы. Габи, прошу вас. Особенно свадьбы моих ближайших родственников. Зачем ты тогда пришла сюда? Новый фильм Фон Трейера – это конец свету и одночасово пачаток нового шляху режиссера. У его выдатной меланхолии показано далекатное, тотальное разбурение, якого можно было б чакать, от кого за угодно, только не от датского провокатора. Калі его эпохный фильм «Антихрист» был иголкой, якую заганяли под паз ногти, то меланхолия – это чистая картина, у якой голливудские спецэфекты случились с интимной мелодрамой. Тут урочистость сустрелася за Рамагеддоном, коммерцинная паспяховая комбінация, якая привядзе широкого глядача у артхаус. И обовязково патягне за собой дискусії, які анаурадці змог би спрэвакаваць іншый фильм про конец свету. Вірагодна, з гэтай причыны фільм не зняли з конкурса, мало таго, журы присудзіла «Золотую пальмовую галіну» за выкананні жаночай ролі актрісі Кірстен Данст. Кірстен Данст за меланхолия. Кірстен Данст. Кірстен Данст. У свою травмові ана выказыла словы патзякі Ларсу Хонтріеру. У пятидесятыя гады двадцата астагодзя Канцкий кінефестываль з'являўся першым чынам падзея светска жыцця. І амалюся фільмы, які ў їм удзельнічалі, атрымлівалі прызы. З'явлені на червонай, дывановай дарожцы кінозорах з уселу свету і цікаваць сродкаў масава інформацыі не ў забаві забяспечлі яму міжнародну славу і статус легендарнага. У той час, калі ў весь свет актыўно пераходзіць на лічбу і 3D, зняць чорно-белый і нямый фільм можа толькі вар'ят. Аднак французкі рэжісёр Мішэлі Хазанавічус робіць уражані чалавека, дакладнай ведаючага, чаго ён хоча. Музэлі Хазанавічус Вынік апынуўся бліскучым. Артыст ў апошній момент патрапіў ў конкурсну праграму КАН і був вельмі цёпла прыняты публікай міжнародным журы. А выканаўцца гэлаўнай ролі Жан Дюжардэн був ў дастоўны залатой пальмавыў Галіны за лепше выкананні мушшынскай ролі. ПАРТНЄРЫ ПОКАЗА ТАРГОВАЯ МАРКА БУЛЬБАШ ОФІЦАЛЬНЫЙ ІМПАРТЄР ПЕЖО В РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ КАМПАНІЯ СІФТРАНС ПРАГРАМУ АСОБЫ ПОГЛЯД ЗАВІРШЮ ФІЛЬМ АЛЕНА ТРЕЦІЯ ПОЛНОМІТРАЖНЫЯ ПРАЦІ РАСІЙСКАГО РЕЖЮСЄРА АНДРЕЯ ЗВЯГІНЦІВА. У ДВУХ СВАІХ ПАПЕРЕДНІХ КАРТІНАХ ЙОН УЖО СТВАРЫЛ СВОЙ УЛАСНЫ СТЫЛЬ. ОСЛЯПЛЯЛЬНА ПРЫГОЖЁЯ КАДРЫ, ПАНУРАЯ АТМАСФЕРА ИЗМРОЧНЫЕ УЯВЛЕНИЯ ОБ СВЕТІ. АЛЕНА – ПОРТРЕТ ЖАНЧЫНЫ, ОД ЯКОЙ ЗАЛЕЖІТЬ ВЫЖИВАНИЕ Е ПОТОМСТВА. Елена Анатольевна, СІЯЗ Я ПОДАЙДУ? ДОРОВА. ТАНЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ Таня, с сыном общаюсь, щас. Иди с матерью, пообщайся. Я сказал, щас. Оман, ты поговорила с ним насчет Сашки? Нет пока, но я поговорю. А че ты тянешь? Просто нам заранее надо знать, есть в нас эти деньги или нет. Ты же знаешь, он не любит подобные просьбы. Я помню. Он знает с Аней, они вообще вроде дружат. В конце концов, мы родственники или как? Он дружит со всеми и ни с кем, знаешь, в себе на уме. Да. Жмот твой, Володя, вот и все. Ну ладно, ладно, перестань, Сереж. Если б не он, у нас не было того, что у нас есть. Мам, шо у нас есть? Нам надо парня от армии спасать. Надо щас уже заранее понимать, попадает он в институт или, блядь, прямиком в Осетию какую-нибудь. Правильно, Анатолия? Чайку, Мурс, я, Анатолия. Саня, возьму футбол сегодня? Да, есть. Ну, понимаете, мы бы не спакойлись, если бы... Нужно надо и в школе, и в институте кое, с кем бы все договориться. На 20-й крайний срок. Я поняла, я поговорю. Освяченный зянем «Золотого льва», отрыманного за свой перший фильм «Вертание» в 2003 году, российский режиссер Андрей Звягинцев сразу завоевал репутацию значного творца. Его другая полнометражная картина «Выгнань» не удельничала у конкурсной программе «Канская» кінофестивалю в 2007 году и принесла «Золотую пальмовую Галину» выканауцу головной роли Константину Лауронянка. Киносмотры такого уровня, как «Канна», «Венеция», «Берлин» дают такие авансы на будущий шаг автору, что это просто невозможно переоценить, вот скажем так. Другой вопрос. Если вы имеете в виду после этой ответственности, когда к тебе прикованы все взгляды, и, дескать, ну-ка, что ты там дальше снимешь, или как наша кинематографическая общественность в России, я просто знаю доподлинно, что один режиссер, я знаю даже его имя, после того, как, значит, я приехал, мы с группой приехали, прилетели в Москву, там телевидение снимал, вот-вот я держу в руках этих двух «Золотых львов», и вот представьте такая ситуация, значит, режиссер на эту мизансцену говорит, ну, пока рано поздравлять, пусть, дескать, второй снимет. Ну, странно, согласитесь, да? Такой сольеризм, что ли, я не знаю, но по-другому не скажешь. Это как если бы у человека был день рождения, а другой бы сказал, ну, рано сегодня поздравлять, я поздравляю на следующий год, вот когда снова у него будет день рождения. Стушка вертанья была присвечена двум подлеткам, выгнанья семьи. У своим третьим творы Олена Андрей Звягинцев оповедая про пожилую семейную пару. У Владимира и Олена сострелись на заходе життя, у обо двух по дитяти от попередних шлюбов. Потрапивши у шпиталь с сардечным приступом, у Владимира выращает писать усю свою майомость в датче. Олена разумеет, что коли Владимир помре, и она больше не сможет допомогать своему беспорционному сыну и унукам. У ее голове спея дьявольский план. Мне показалось, что эта история совершенно точно, адресно, почти хирургическим, как скальпелем, попадает точно по адресу в то состояние общества, которое вот на сегодня мы имеем в России. Мало того, это так сужение получается темы. На самом деле тема, конечно, шире, мне кажется, она универсальна и она понятна всем. Я почти в этом уверен. Я вижу этому подтверждение. Но при своей нелюбви к актуальности, к социальности, я об этом много тоже говорил, я понимаю, что вот у нас в обществе назрела такая, как бы сказать, критическая масса накопилась вот того, что тех процессов, которые происходят у нас, что просто необходимо было это сказать. Не то, чтобы я... Я бы даже настаивал на том, что вот этот социально-политический, социально-классовый контекст или проблематика для меня существенна или важна. Нет. Нет. По-прежнему нет. Я ее рассматриваю как декорацию или как фон того, что происходит вот с этой женщиной, с этими людьми, с этими героями. По-прежнему интересует нравственный выбор и ситуация, когда человек в одночасье вдруг обрушивает в себе все основы. Все. Просто сдувается, как шарик, и превращается в вздутый мяч. Як и у выгнанни, Звягинцев показывая полных любови и пешота людей. Якие, опынувшиеся у трагичных обставинах, здесь сняют непоправные. Погляд режиссера на новокольный свет одрознивается пессимизмом. Кожны заклопочены уластным выживанием и шукая воротование любой ценой. Выбор актера – это очень важно. Выбор актера – это 50% успеха. Если ты нашел точно своего персонажа, все. Дальше он уже сам просто все делает. В сценарии первое было впечатление, что я хотела... Мне хотелось бы, чтобы героиня была наказана. Все-таки, чтобы зритель видел, как говорится, мораль всей басни такова. Чтобы было обязательно какое-то наказание. Но, наверное, это верно, что так и не произошло этого. Потому что вопрос остается открытым. Потому что есть зрителям над чем задуматься. Потому что, в общем-то, глобальная тема подняли. Такой мир, который нам достался, или который мы сделали, делаем его. До такой степени неправильно скажет человеческие отношения между собой, родителей, к детям. Это слепая любовь, которая доводит до каких-то абсурдных вообще поступков. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуй, Катя. Чего-нибудь закажешь? Обойдусь. Вот что я тебе хотела сказать. У твоего папы был удар. Я уже это поняла. Он сейчас очень слаб. В себе хотела? Да, да. Слава Богу, в себе. Наверное, уже всех сидела, пересчупала. Катерина. Да, Елена Анатольевна. Я хочу попросить тебя, будь с ним помягче. Ему сейчас нужен покой. Катя, ему нужна твоя любовь. Покажи ему, что ты его любишь. Вы так редко видитесь, чего я совсем не понимаю. Ну, это ваше дело. Вот именно. Ты ему совсем не звонишь. Так нельзя, Катя. Я даже уверена, что этот удар... А, конечно. Блудная дочь виновата. Отчасти я уверена, что да. Послушайте, Елена Анатольевна, вы играете роль заботливой жены у вас. Это очень хорошо получается. Молодцом. Ну и все на этом. Давайте закончим. С картиной Елены у нас были деньги фонда. Фонда кино. Это так называемые. Там невозвратные полмиллиона долларов. 500 тысяч. Это, конечно, хорошо. Но, но, но. Телевизор деньги не вкладывают. Инвесторы, меценаты из кино уходят. Ну, ушли несколько лет назад. Поскольку обожглись, я так понимаю. Естественно, сарафанное радио. Один меценат другому сказал, что нет, это не бизнес. Это не работает. И все. И у людей, которые занимаются авторским кино. Я сейчас не говорю о коммерческом. Авторским кино. У них просто нет источника финансирования, кроме государственных вот этих небольших денег. И в таких условиях, конечно, очень трудно экспериментировать, быть свободным, делать то, что ты считаешь нужным и так далее. В этом смысле я думаю, что так называемое авторское кино или арт-хаус будет терпеть в ближайшем будущем сложности. По выниках Каннского кинорынка были заключены договоры об дистрибуции картины Андрея Звягинцева «Алена Амаль» у 20 краин света. Цекавость до фильма великая. Звягинцев самый поспяховый российский режиссер у плане международного проката. Его вертанье, якое отрымало головный приз на Венецианском кинофестивале в 2003 году, поглядела 600 тысяч глядачов только у одной Франции. Сегодня именно авторский кинематограф из России по-саправдному конкурентно сдольный, а международный прокат делает вытворчость таких картин экономично оправданными. Спасибо вам, Олег, вы очень хороший собеседник, потому что вы умеете слушать, это вообще редкий дар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова